Здравствуйте! В эфире программа «Простые вопросы», на которые сегодня нам ответит Николай Кручинкин, директор Мемориального музея военного и трудового подвига. Здравствуйте, Николай Андреевич! Здравствуйте! И мы с вами встречаемся в преддверии большого исторического события. В октябре 1942 года в Мордове началось строительство Сурского рубежа. То есть в этом году исполняется ровно 80 лет с этого момента. И давайте, наверное, мы напомним нашим зрителям, как это было и для чего нужно было это масштабное строительство. Ну, наверное, октябрь 1941 года нельзя считать началом строительства, хотя уже 5 октября был разработан план Государственного комитета обороны о строительстве оборонительных рубежей. И тогда Сталином была поставлена задача, что не пропустить фаш... Ну, понимаем, какое положение было на фронте, когда Москва была практически беззащитная. И задача ставилась по линии Рыбинск, Саратов, Сталинград, Астрахань. Дальше фашиста не пустить. Вот такой план был разработан. А для этого нужно было строить оборонительные рубежи до этого рубежа, до этого. И поэтому 13 октября уже был разработан... был приказ о формировании саперных армий для строительства вот этих рубежей. И 13 октября вот этот указ вышел, и постановление, и была сформирована, в том числе, 6-я саперная армия со штабом в Пензе. И задачей этой 6-й саперной армии как раз было строительство Казанско-Сурского оборонительного рубежа, часть которой проходила и по территории Мордовии. А уже в то время был выслан топографический отряд, вот ровно 80 лет назад, в сентябре 1941-го. Уже здесь, на берегу Суры, работали топографы военные, которые размечали линию обороны, снимали рельеф местности и так далее. То есть подготовка шла. И только 23 ноября вышло постановление, уже совместное постановление обкома партии Мордовского и Совнаркома, Совета Министров, о том, чтобы мобилизовать население на строительство рубежа. И задача ставилась приступить к строительству 1 декабря 1941 года. И 1 декабря все началось? Да, уже вот в этом постановлении было разработано все мероприятия, инструменты, питание, газеты, прочее. Все было расписано, кто за что отвечает. Возглавлял, естественно, первый секретарь обкома тогда, Петушков был, и председатель Совнаркома Веренлякин. Вот у нас в Мордовии были. Они как бы были первыми помощниками военного руководства. Руководил всеми постройками, всеми сооружениями. Это уже военные инженеры. И было расписано, вот интересный документ есть в архиве. Все мобилизованные на строительство укреплений из Саранского района, только по Саранскому району, 27 ноября в 5 утра следует по пути. Вышли в 5 утра уже, и расписано маршрут Екатериновка, Гард, Судосева, Березник, Ирусский Найман, Шугурова, Паракина, Янгалычева. И сколько человек? Ключаревский 75, Берсиневский 125 человек, Пособский 50 человек и так далее. Каждый район был прописан, каждый расписан. Старая Шайга туда идет, Дубенцы туда идут, Игнатовцы туда идут. То есть, все это по-военному, все было расписано, организовано. И уже задача была поставлена к 1 декабря приступить к работе. И действительно, 1 декабря приступили к работе. Это как же они шли колоннами из всех районов? Задача была из Саранского района 3 дня. 3 дня и третью ночь ночуют все в Янгалычево, Дубенского района. За 3 дня должны дойти до Дубенского района Янгалычева. Это больше, наверное, 150 километров. Пешком? Пешком, естественно, пешим ходом. И ночевка была у одной партии в Гарте, у других партии в русских Найбанах, третья в Дегилевке ночует. То есть, по пути и следующая ночевка там. И тем не менее, военная обстановка. Поэтому народ понимал, что это надо. И раптани не было. Поэтому все шли и все... Ну, естественно, ломы, лопаты и прочее все это везли на телегах, на подводах. Каждому колхозу было предписано, сколько выделить гужевого транспорта, сколько выделить лопат, сколько керок, ломов и так далее. И все инструментами должны обеспечить тоже были полностью. Но надо отметить, что, вот читаем опять же в документах, что в первые дни, может быть, первая неделя, планы не выполнялись. Каждому человеку дался план. Организация была военная. Во главе стояли военные инженеры, саперы. Вот из этой... Была 19-я саперная бригада, вот обслуживала эту территорию. И 54-й и 104-й полевые строительства. Вот такие организации военные. Вот они как раз и возглавляли эти строительства. А командирами были из... Среди самих строителей, среди людей выбирали. Вот мой отец порассказывал, он рассказывал, был командиром отделения. У него было 10 человек из нашего же села. Вот они составляли отделение. Там 3-4 отделения составлял взвод. Тоже командиром был, бригадир колхоза или кто-то. И так же вот рота и батальоны, вот так все было организовано. Вот и поэтому вот не вовремя поступал инструмент, не вовремя поступали люди. Поэтому нормы первых дней не выполнялись. И людям приходилось оставаться ночью работать. И работали ночью до утра, чтобы норма на каждого человека, чтобы была выполнена. Я знаю, что вы сами уроженец Березняковского района. И наверняка ваши родственники рассказывали вам о том, как строился рубеж. Вот еще какие-то моменты были? Как люди в мороз, там холод, может рассказывали, какая зима была? Может, вот хочется знать, насколько было трудно людям? Ну, я очень хорошо знаю, потому что и отец мой, и мама, участники этого строительства. Отец Гусанский, мама из Дегилеволки. И поэтому они, отцу было 16 лет, когда эта стройка была. И он попал туда, строительство, а матери было 18 лет. И они участвовали, естественно. Мы их спрашивали, рассказывали. И они, с одной стороны, положение было ужасное. Это морозы, в первую очередь. Все отмечают морозы большие, под 40 градусов, снега большие. Второе отмечали, в основном, вели земляные работы, строительство и рубка леса. Вот те, кто работал в земле, это где-то на метр с лишним земля промерзла. И, учитывая вот эти склоны, они, с одной стороны, песчаные, но в перемешку с галькой, вот с мелкими камешками, поэтому это был чистый бетон. Поэтому приходилось вот вгрызаться в эту землю. Но, тем не менее, норму надо было выполнять. Там, женщинам 1,75 кубометров, мужчинам побольше 2 с небольшим кубометра в день. Надо было провести земляные работы. Поэтому, ну, с едой тоже должны были колхозы обеспечивать. Поэтому, ну, это уже зависело больше от председателя колхоза, как организовали они подвоз. Те колхозы, те районы, которые близко были, ну, те же Березникововский, Дубенский, Отяшевский район, Качкуровский, они близко были к этому. Поэтому из колхоза могли подвозить вовремя и... Побыстрее. Да, побыстрее. А, допустим, Шайговцам, Ковылкинцам, естественно, дальше приходилось это возить. Поэтому там были какие-то перебои. Тем не менее, было потом организовано. То есть, была специальная контора такая заготовительная. Туда свозили, а они уже потом распределяли по строительству. Вот эти три, пожалуй, момента, которые, ну, естественно, тяжелая работа для практически подростки, 16-18 лет, тем более женщин, девушки. Вот это очень тяжело было. Но, наверное, помогало то, что это была молодежь. Они были молодые. Поэтому, естественно, молодые быстро восстанавливаются. Ночью подсушили портянки, подсушили обувь, подсушили одежду. К утру встали уже свежие, опять к бою готовы. Поэтому вот этот момент тоже все отмечают. И песни пели, и хотя приходили, валились с ног. Ведь кроме работы, когда они выполняли свою работу, кто-то копал противотанковый ров, кто-то копал окопы, траншеи, кто-то, блин, ножи строил. Вот, тем не менее, вечером надо было идти домой пешком. Кто-то за 3 километра, кто-то за 10 километров шел на ночевку. Поэтому, когда идешь и еще больше устаешь, валились с ног. Тем не менее, утром опять вставали по заре и опять шли на работу. Вот я знаю, что в соседних регионах, где сурский рубеж также проходил, сейчас открывают музеи под открытым небом. Вот людям, которые хотят тоже поехать, посмотреть, как это было, что можно сказать, что можно предложить, есть ли вообще возможность увидеть вот это все своими глазами? Ну, что касается соседей, допустим, большой участок этой территории, Пензенской области, Ульяновской области, там по Пензии и Ульяновской практически ничего не слышим. Что-то где-то на уроках вспоминают. Ну, я знаю, что в Чувашии есть. Вот, в Чувашии там проходило около более 300 километров, 320 километров. Если у нас по территории Мордовии считаем где-то около 80 километров, это их укрепление шло, то по территории Чувашской ССР там 300 с лишним километров. Поэтому и народу там было больше задействовано. И там есть и музей под открытым небом. Они открыли и траншеи в полный профиль, выкопали и прочее. Вот, и музей создается у нас. Мы несколько лет делаем реконструкцию на этом месте, переворачиваем как раз в годовщине, декабрь, чтобы молодежь тоже знала, каково копать эту землю мёрзлую. Вот, это одна сторона другой. И там на территории лагеря есть и музей небольшой, открытый, где можно увидеть и карты вот этих укреплений, и одежду, и оборудование, снаряжение. Вот их. Но такого большого пока нет. В планах отводится земля, участок земли под строительство вот этого возведения, этого музея. Естественно, это будет на земле и под землёй. Уже ребята даже старую баню купили, чтобы из этой бани сделать, вкопать в землю и сделать из неё блиндаж с печкой, там, с прочим, вот как это было построено. Но пока ещё вопрос тормозится с собственностью земли, потому что там земля государственная, и не сразу это делается. Пока ещё вопроса чёткого, что это земля именно. Мы готовы поисковике, уже хотели в понедельник, в воскресенье, на выходных уже там начать работу. Но пока ещё разрешения нет на это. Ну, думаю, к осени, вернее, к зиме, уже к началу строительства все эти вопросы решатся. Если во время войны такие вопросы решались, то в мирное время, наверное, тоже можно решить вот эти мелкие вопросы, которые... И мы готовы соорудить вот транширю, полный профиль, стрелковые ячейки, пулемётные, миномётные окопы, окопы, блиндаж соорудить, чтобы молодые люди и те, кто не молодой, которые тоже не видел. Кстати, позапрошлым году ко мне приходил мужчина, вот мой отец, говорит, участвовал в строительстве этого рубежа. И я очень хочу посмотреть, как это делается, где это было и как. Там была как раз реконструкция, он поехал туда, и, естественно, был целый день там, вот, и захотелось в следующий раз, говорит, если позволите, я даже буду участвовать. А будут ли организованы какие-нибудь мероприятия в связи с круглой датой, вот, организации цурского рубежа? Ну, мероприятия, они постоянно идут. Уже где-то с весны и оргкомитет создан республиканский, и план мероприятий разработан, в частности, ну, в школах, уроки мужества проводится, рассказ об этом, встречи с участниками строительства, хотя их уже очень мало осталось. И в музее у нас, мы вот 15 октября, как раз в годовщине вот этого постановления, открываем большую выставку, такую интерактивную, тоже посвященную сурскому рубежу, где на стендах будут документы, фотографии участников строительства, вещи в витринах, а два уголка, два интерактивных таких зоны будут, где можно попробовать на вес, сколько весит лом, как работать топором, как киркой работать, каково было, будет показана одежда того времени, и женская, и мужская одежда, женщины, большинство тогда было женщин, вот, и еще одна зона будет, это как штабная, это военные, здесь гражданские, здесь будут военные, там и карта будут, и одежда военная, форма, и вот, попробуем погрузиться вот в атмосферу того времени, естественно, есть у нас уже фильмы, кстати, вот, Атимарские краеведы очень хорошо работают в этом направлении, Березняковские, поэтому создаются видеофильмы об этом, и поэтому на экране будут крутиться и эти фильмы. Ну, реконструкция наверняка тоже будет. Реконструкция будет однозначно, и в планах есть и проведение митинга реквием, посвященного по инициативе Совета ветеранов, в прошлом году они уже проводили фестиваль, Сурский рубеж, вот, в этом году этот фестиваль тоже будет продолжен, и в этом году тоже будет проведен. Другой вопрос, какой формат в связи с пандемией будет, здесь уже, как бы, не от нас зависит. Это были простые вопросы, и мы говорили о большой исторической дате, связанной с организацией Сурского рубежа. С нами был Николай Андреевич Кручинкин, директор Мемориального музея военной и трудового подвига. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова